Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про историю создания романа Франкенштейн писательницы Мэри Шелли. Мэри Шелли – английская писательница, известная как жена поэта-романтика Перси Шелли и как автор книги Франкенштейн или Современный Прометей, написанная почти два века назад она оставила глубокий след по европейской и американской литературе. Сегодня можно смело сказать, что Франкенштейн стоит у истоков жанра научной фантастики. Это обладающее мрачной, но необыкновенно сильной энергетикой повествования об ученом, уникальное изобретение которого обернулось трагедией. Урожденная Мэри Уоллстон Крафт Годвин появилась на свет 30 августа 1797 года в Лондоне в союзе политического философа Уильяма Годвина и прославленной феминистки 18 века Мэри Уоллстон Крафт. В семье также воспитывалась дочь Мэри от первого брака с коммерческим спекулянтом Гилбертом Имлеем Фенни Имлей. Вскоре после родов мать Мэри умерла. Отец Мэри позднее женился снова. Этот брак не улучшил экономическое состояние семьи. Уильям брал новые кредиты, чтобы погасить старые. И тем не менее, именно под его руководством Мэри получила великолепное образование, что было редкостью для девушек того времени. В 1811 году Мэри полгода проучилась в школе-интернате Рамскита. А в июне следующего года отец отправил ее жить в Шотландию в семью британского ботаника Уильяма Бакстера. В дневнике Бакстер писал, что Мэри воспитывали как философа, даже как ценника. Позднее Мэри Шелли встретила и полюбила Перси Биша Шелли. Такого же вольнодумца и радикала, как ее отец. Летом 1814 года он и Мэри, которой тогда было только 16 лет, сбежали во Францию вместе со сводной сестрой Мэри. Холодным дождливым летом 1816 года на вилле Деодадии у Женевского озера собралась интересная компания англичан. Лорд Байрон, писатель и врач Джон Полидори, писатель-поэт Перси Шелли и Мэри Шелли. И также ее сводная сестра Клара Клэрмонт. Плохая погода не располагала к прогулкам, поэтому друзья сидели дома у камина и читали истории о призраках. Чтобы развлечь заскучавшую компанию, лорд Байрон предложил каждому сочинить страшный рассказ. Помимо Фракенштейна, результатом этой затеи также стала повесть Джона Полидори «Вампир». Ее принято считать первым в истории художественной литературы произведением, описывающим современный образ вампира. Вот как вспоминала сама Мэри Шелли о кошмаре, который породил Фракенштейна, который приснился ей 16 июня 1816 года на берегу Женевского озера. Я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь. Такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад, чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Положив голову на подушку, я не заснула, ну и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя являющейся мне картиной яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты. Но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук, склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало неподвижно, а потом, повинуясь некой силе, подало признаки жизни. И неуклюже задвигалось. Такое зрелище страшно, ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать несравненным творениям Создателя? Тут я сама в ужасе открыла глаза. В течение нескольких вечеров Мэри рассказывала своим друзьям эту страшную и трагическую историю. Лорд Байрон был поражен необыкновенным литературным талантом этой юной девушке и посоветовал ей непременно записать свой вымесел. Так родился Франкенштейн. Замечательный роман об ученом, который во многом предвосхитил научную фантастику XX века. Название Франкенштейн Шелли заимствовал немецкого замка Франкенштейн, где в XVII веке работал алхимик Иоганн Кондрат Диппель, ставшим одним из прообразов главного героя романа. Мэри немедленно начала работу над произведением, которое поначалу должно было стать новеллой, но постепенно превратилось в роман, настолько яркий и убедительный, что человечество до сих пор поражается силе воображения писательницы. А само имя главного героя превратилось в нарицательное. Под названием Франкенштейн или современный Прометей книга была опубликована в 1818 году без указания имени автора и лишь в издании 1831 года имя создательницы, самого известного монстра в мировой литературе, появилось на обложке. Интересно, что автором Франкенштейна поначалу считали Перси Билли Шелли, возможно, потому что он написал предисловие к первому анонимному изданию романа. Не упоминая автора, он назвал книгу не просто сказкой о призраках, а большим произведением об истинной природе человека и сравнил его с потерянным раем Мильтона и греческими трагедиями. Итак, о чем же, собственно, роман? Роман начинается в Петербурге и в Архангельске, откуда английский исследователь Уолтон отправляется на Северный полюс с целью нанесения на карты этих неведомых земель. Добравшись до Архангельска, Уолтон нанял корабль с командой и направился к Северному полюсу. Вскоре судно попало в область сплошного льда и было вынуждено лечь в дрейф. Среди льдов его корабль подбирает истощенного европейца по имени Виктор Франкенштейн. Немного укрепив свои силы, Виктор Франкенштейн рассказывает Уолтону историю о своей жизни и как он попал в эти места. Франкенштейн родился в обеспеченной семье аристократов из Женевы. С детства Виктор интересовался всем таинственным и необъяснимым и, будучи подростком, изучал труды известных алхимиков, вроде Корнелия Агриппы. После смерти матери отец послал Виктора в престижный университет города Ингольштадт. Там Виктор под влиянием учителя естественных наук Вальдмана заинтересовался причиной зарождения жизни и смерти. Потратив два года на исследование, Виктор нашел способ создания живой материи из неживой материи. Чтобы применить это знание на практике, он собрал тело из различных частей, найденных в склепах. Виктор мечтал создать совершенное существо, новую породу людей. Ненастной ноябрьской ночью Виктор узрел завершение своих трудов. Отживленное им существо огромного роста с желтой кожей, водянистыми глазами и узкой прорезью черного рта было настолько ужасно, что нервы юноши не выдержали. Он сразу же выбежал из лаборатории. Отвергнутое создание сбежало в лес и спряталось в сарае. Там он наблюдал за семьей, которая жила в доме. Так он научился говорить благодаря одной семье. Виктор Франкенштейн бежит все дальше и дальше от своего создания, не подозревая, чем это все обернется. А существо идет за ним следом, обвиняя Франкенштейна в том, что тот создал его и бросил на произвол судьбы. Я поведала вам не все, что произошло в романе «Франкенштейн». А чем кончится это интересное и философское произведение, вы сможете узнать, когда прочитаете роман английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн». Не прочитав Франкенштейна, невозможно составить истинное представление о причудливых путях человеческой мысли в XIX-XX веках. Идеи, положенные в его основу, оказались странным образом созвучны не только той далекой эпохе, когда создавался роман, но и нашему времени, и, вероятно, тем проблемам, которые ожидают человечество в ближайшем будущем. Мэри Шелли первой в мировой литературе заговорила об ответственности Творца за свое творение и предугадала неразрешимое противоречие, сопровождающее человечество на всем его пути. Роман получил высокую оценку знаменитых современников-писательницы. Мэри Шелли была суждена не слишком долгая и не очень счастливая жизнь. Она потеряла двух детей, а в мае 1822 года Перси Шелли утонул в Средиземном море при крушении шхуны Ариэль, на которой он возвращался из Ливорна в Специю. С тех пор вся ее жизнь была посвящена их сыну Флоренцу, единственному, кто у нее остался. Чтобы дать ему достойное образование, Мэри неустанно зарабатывала на жизнь литературным трудом. В 20-х и 30-х годах 19 века Мэри создала еще пять романов, пронизанных мучительным чувством одиночества. Однако в наши дни они основательно забыты. Лишь Франкенштейн по-прежнему признается выдающимся памятником литературы, регулярно который пересдается и переводится на множество языков. Последние годы жизни Мэри Шелли были омрачены болезнью. А 1 февраля 1851 года на Честер-сквер она умерла в возрасте 53 лет из-за опухоли головного мозга. Роман о Викторе Франкенштейне и о созданном им чудовище множество раз ставился в театрах, также множество раз экранизировался. На сегодняшний день книга Мэри Шелли все еще популярна. Ее покупают и читают любители научной фантастики. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok